Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Gremlin Serge. И есть у меня предчувствие, что это последняя а-ля предпоследняя серия по Game Dave Tycoon. Ну, потому что мы добрались до нашего времени. PlayStation 4 вышла, Xbox One вышла, всё вышло. Куда дальше разработчикам идти, я не знаю. Либо они сейчас начнут придумывать какую-нибудь фантастику, либо всё зациклится, и мы просто будем клепать, клепать, клепать сиквелы своих игр. Нам стало известно, что четвёртая фантазия недавно... Ну, понятное дело. Отправимся в отпуск. Исследований мало. Ну что? Создаём продолжение, потому что у нас ещё две серии. У нас ещё две серии. У нас галактические отбросы и галактические отбросы рывок. Так. Ну, галактические отбросы. Выбираем. Средние для взрослых. Галактические отбросы. Пять на пять. Давайте так, я уже не знаю. ПК. А, это им Xbox One. Ну, давайте постигать новые платформы. Поехали. Ну, у нас всё стоит на адеквате. Как всегда, маркетинг у нас большая компания. Баги у нас в четвёртой фантазии опять. Разработай патч, пожалуйста, этим ребятам. Ну, и что вы? Мы уже 30 лет сидим в офисе и делаем игры. Понимаете, всё насколько печально? Ну, и здесь то же самое. Я себя чувствую каким-то... Какой-то Nintendo, которая вот взяла несколько серий и долбит их, и долбит, и ничего нового не делает. Ну да, и M-Box 360 принесло нам 200 миллионов. Ну, галактический отброс, это, знаете, что-то у нас в моём понимании, что-то типа Вархаммера 40 тысяч. И поэтому название 5 на 5, я думаю, нормальное. Иди в отпуск. Слабо. Нет, не слабо, в принципе. Пойдёт. Великолепная игра. Занимайся анализом. Конечно же, слабее прошлых двух игр. Слабо. Слабо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ммм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА блин я не знаю что лучше выбрать ну давайте наверное изучим динамическое окружение почему нет и исследуем новую тематику ниндзя ладно так и быть но давайте создаем продолжение рывок теперь галактические отбросы рывок в простран ну ладно остается только вот так вот рывок 4 пока xbox one playstation ну и опять по стандарту фигачим ребят как всегда маркетинг большую компанию выбрать все поехали конечно же большой стенд большой стенд делаем у нас сейчас такой звезд звездный звездный час час сиквелов ничего сейчас мы закончим с нашими крупными проектами и я опять полезу в мобильный сегмент 11 место заняли в принципе есть куда еще расти да вот обидно что я два своих здоровых таких проекта выпустил на умершие платформы обидно обидно все выпускаем ну выпускаем игру хотя можно уже улучшать 3d графику и снова так рывок 4 у нас не удался ребят мы за старые заслуги только получили чуть чуть выше пике так анализ давайте наймем уже за 80 тысяч примеры своих игр так уж и быть но слабо две недели еще ля монета не ну конечно же мы тебя возьмем отличное место но не не из дешевых но зато там у нас будет возможность расширяться когда в этом возникает необходимость ну что мы переезжаем заплатим 8 лямов и переезжаем в новое здание я думал что нам расти некуда добро пожаловать в новый офис тгр инг теперь у нас стало еще более просторно и можно набрать больше сотрудников неподалеку кстати расположены несколько довольно известных университетов так что у нас есть шанс заполучить в команду молодых талантливых разработчиков вы видите кто там здравствуйте тгр инг нам только что стало известно что вы открыли свой офис недалеко от нашего университета мы как раз собираемся запустить специальный конкурс по разработке игр а ваша помощь оказалась бы кстати к сожалению мы не можем предложить никакой оплаты но полагаем что обучая наших студентов ваши сотрудники смогут отточить и свои навыки университет гринхэшт доступны новые варианты обучения хорошо да мы получили плате но все это хорошо так тебе нет тебе не исследование нужно тебе нужно обучение тренинг для новых ух ты этот новый офис просто прекрасен да и расположен удачно мы тут прогулялись в окрестностях у меня родилась классная идея почему бы нам не открыть собственную научную лабораторию это позволит нам резко ускорить свои текущие исследования взяться за разработку по-настоящему масштабных инноваций для этого потребуется расходов но лидерство в игровой индустрии стоит того в общем после некоторых прикидок я считаю что научную лабораторию нам просто необходимо но чтобы ее открыть нам в команде нужен хотя бы один сертифицированный специалист по дизайну чтобы открыть научно-исследовательскую лабораторию вам нужен сертифиционный специалист по дизайну вы можете обучить кого нибудь из своих сотрудников если он достиг необходимого уровня и имеет достаточный опыт в области дизайна можно подготовить специалистов по технологиям они пригодятся позже В итоге, давайте ищем еще одного За 80 тысяч Примеры своих игр, поехали Ты иди у нас в отпуск Ты иди у нас в отпуск А, ты не можешь Ты чем-то занят, да, что ли? Странно Но я возьму тебя, конечно же Так, обучение Специалист по Дизайну 700 дизайна нужно Стачки и 5 миллиардов Ох, господи Ух ты, я видел фотографию вашего нового офиса Красивый и современный Вижу, что дела у вас идут отлично А если нужны еще клиенты, то имейте ввиду, что у меня есть Так Нет, зачем мне тебя увольнять Этот в отпуск не хочет почему-то Наймем еще одного За 80 тысяч Поехали Походу нужно будет заниматься дизайном Давайте Некоторых особо влеченных фанатов Интересует наш старый движок И не просто Открываем код Ну, наверное, мы возьмем тебя И давай мы еще последнего возьмем Денег много Ладно, давайте себя обучать Нам нужен Гейм дизайн Да Ну, мы возьмем, конечно же, Бена Почему у меня так плохо идет дизайн Блин, это вообще ужасно Блин, это вообще ужасно Отвратительно просто Ладно, предположим Создать продолжение А что нам продолжать? А продолжать там нам нечего Поэтому А, нет, есть что Создать продолжение В мире, где все мертвые Реборн Мы продолжаем И делаем средний В мире, где все мертвые Моп Выбираем платформу Мы какую выбираем платформу? Конечно же G-Pad G-Phone И M-Pad И у нас есть Моп Давайте новый движочек-то Используем Но сначала я заварю себе кофе Просто я хочу Свою знаменитую линейку Вывести на мобильные платформы Так, ладно Развитие персонажа Достижения Улучшенный опыт Обучения Сохранения в облаке Базовая физика Поддержка модов Видеоролики Мультиплеер Сохранения Так, разветвленный сюжет Простые видео Вставки Сохранения нужны Мультиплеер Нужен Или не нужен Думаю Нужен Мобильные Но все это нужно Поехали Да, давайте Маркетингом Малой компании Пройдемся Согласиться Ролевые Конечно же Я думаю Это Нужны Диалоги Я думал По-другому Ну давайте Большой Стенд Конечно же Я думал По-другому Но по-любому Уже мне сейчас Там С этим Согласны Да Ну мы уже Знаете Не хухры-мухры Мы уже Можем Диктовать Себе Права Права Как бы Ну Полтора Лимона Пришло К нам Неплохо Мы Заняли Первое Место Продолжение следует Ну и что В итоге Получится У нас У нас Уже Семь Рыл Да Если бы У меня В прошлый раз Было бы Много Ребят Я бы Больше Очков Получал Самое Главное Несмотря На то Что Это Такая Посредственная Игрушечка Почему-то Мы Сделали Рекорды Во всем Ну Как всегда Такой Посредственный Проходной Материал Для Мобильных Устройств Ладно Мы Продолжаем Клепать Продолжение Так Ну Поехали Клепать Дерьмовые Продолжения На Мобильные Устройства Четвертая Четвертая Фантазия Моб Выбираем Нет Все это Оставляем Выбираем Платформу Конечно же Джепат Джефон И Эмпат Поехали Все равно Нужно Чем-то Заниматься Чтобы Получать Очки Исследований И Поэтому 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 Мы Похоже В мире Где Все Мертвые Моб Упали Значительно Ниже Ожидаемой Отметки Игра Была Встречена Неплохо Не Слишком Блин Поч Райс Вер Разработала Гарнитуру Виртуальной Реальности Которая Обещает Стать Первым Шагом К Настоящему 3D Новая Гарнитура Называется Виссориус И выглядит Как Огромные Горнолыжные Очки Она Почти Идеально Отслеживает Движения И Обеспечивает Широкое Поле Зрения У Некоторых Игроков Первые Опыты Вызвали Ощущение Морской Болезни Но Нет Сомнений Что При Правильном Подходе Технология Ну Продолжаем По накатанной Продолжаем По накатанной Клепать Игры Конечно же Мы пускаем Маркетинг Сливаем Как всегда Слишком много Денег На маркетинг Ну Блин У нас 250 миллионов Можем Себе Позволить 30 лет Игровой Индустрии Я Занимаюсь Портированием Четырех Своих Игр На Мобильные Устройства Все Очень Печально Хотите Творчества Сидите В гараже И делайте Игры В одиночку А когда Ты Большая Компания То Вы Сами Все Видите Но Вероятно Все Мы Доберемся До Nintendo Switch И Все Больше Делать Нам Будет Нечего Хватит Давать Мне Улучшений У Да Понятное Дело Что После Громких Эффектов На Консолях Мобильные Игрушки Не зайдут Да 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 Да, да, да. Нет, лям мы сделали, конечно, даже полтора ляма, но толку от этого никакого. Исследования. Давайте большие игры начнем уже делать. Эй, Дэйв Джон, генеральный директор Дэйв Пауз, недавно мы воздействовали вашими играми на нескольких подопытных, и на удивление они не сошли с ума. Более того, им, похоже, даже понравилось. В общем, у меня тут есть кое-что требующее рекламы, которую вы можете им устроить. Парни из нашего отдела маркетинга отговаривали меня обращаться к вам. Но именно поэтому я и собираюсь это сделать. Я заплачу вам 200 тысяч, если вы добавите наши красные взрывающиеся бочки в одну из своих игр. Что с красные взрывающие? Конечно! Я рад слышать, что вы не испугались, но имейте в виду, я не хочу, чтобы вы просто запихали их в ближайшую игру. Я хочу, чтобы вы запихали их в самую подходящую для этого игру. Джонсон. Есть у меня самая подходящая для этого игра. Отправляйся в отпуск пока что. Создать продолжение. Вот мы тебя опускаем на галактические. Галактические отбросы. Рывок. Четыре. Моп. Давайте пока что мы поделаем средние. А, движок. 2D графика. Красный взрыв. Поехали. Я только не понял, мы добавляем в мир игры или вместе с нашей игрой идет такой дополнительный девайс, как красные взрывающиеся бочки. Неужели ни одна из моих мобильных игр не выстрелит, хотите вы мне сказать? Ну ладно, что я хочу от мобильного сегмента? Так, нам нужно 150 очков. Нам нужно 150 очков для развития. Плевать. Нам нужен специалист по дизайну. Вот книжки читать, как по мне, выгоднее. Да, будем читать книжки, значит. И откроем свою лабораторию. Хочешь со мной поговорить, да? Нет. Я понял, что мобильный сегмент игр это такая чисто проходная шняга. Ладно. Продолжаем читать учебники. Выпускаем игру. И создаем продолжение. У нас осталось галактические отбросы 5 на 5. Галактические отбросы. Галактические отбросы 5. Моб. G-pad. G-phone. G-pad. Выберите двигатель. Всё. Поехали. да ладно неужели я смог сделать на мобильной платформе что-то хорошее походу эй дэйв джонс слушайте вы прекрасно справляетесь справились развести в наши любимые бочки в игре галактический отброс и рывок 4 моб мои маркетологи говорят что прибыль растет и это нам наука молодцы вот вам тортик в награду хоть что-то у нас выстрелила понимаете у нас выстрелила мобильная игра хотя бы чуть-чуть но мы до пол получили платину первая мобильная игрушка с платиной большой стенд тратим деньги тратим много-много денег так обучением да давай быстрее ну у нас уже третий год подряд первое место ну у нас в итоге так получается мы выпускаем один ремейк нашей игры в год попадаем на g3 и и все вот так вот запущено у нас нет ты будешь у меня дизайнером май микронофт объявил о своих планах выпустить полностью обновленную версию мбокс в начале следующего года под названием мбокс next новая консоль будет включать в себя датчик движения разработанный микроноф в качестве дополнения к м м бокс ван внешне она напоминает своего предшественника мбокс 300 но более светлая краска подчеркивает отход от прежнего тяжелого стиля технологический мбокс next это серьезный шаг вперед однако посмотрим насколько хорошо новая консоль покажет себя в сравнении с конкурентами как же много у нас багов появляется в новых играх но 18 лямов нам принесли галактические отбросы 5 так отправляемся в отпуск отправляемся в отпуск ну и все видно взрывающиеся красные бочки это предел нашего мобильного сегмента в отпуск в отпуск в отпуск в отпуск так мы займемся анализом игры конечно но мы продолжим заниматься сегментом мобильных игр было у нас значит два проекта таких которые мы пускали именно на микро мир выпускаем казуальные выбрать платформу конечно же мы пускаем джиппад джифон м под песпи так до сих пор и не ушла хотите мне сказать у них же вроде вита выходила комплект а а ааа ааêtre сами Ладно, будет пока что безымянный. Новые предсказывали, что Вони постарается опередить Микронофт, анонсировав свою платформу раньше выхода Mbox Next. И оказались правы, сохраняя традиции компании и в пику конкурентам, Вони назвали консоль просто и строго. Play System 5. Уже пошла фантастика. Play System 5 появится на рынке в следующем году. Являясь по сути развитием и улучшением Play System 3, она внешне напоминает своего предшественника. Однако посмотрим, сколько хорошего новая консоль покажет себя в сравнении с конкурентами. Ну и что, все стоим. Вот. Ладно, игру можно изменить в самом начале. Так, маркетинг я уже сделал. Так, а не забываем про обучение. Где у нас тут дизайн? То есть вы хотите... Ну ладно. Открываем код для мобильного, потому что вероятнее всего последние две игры на мобильное устройство, и мы больше к нему не возвращаемся. То есть по факту получается у нас вот эта гуманоидная вечеринка Микромир. И потом потерянные в Австралии 2. Не успеем мы на казуальные попасть на рынке. Не успеем. Видите, никакого творчества. Я уже на позаготовленным шаблонам клацаю, подходит и не подходит. Деньги экономить не надо. Плейсистем 5. В итоге... Это они уже новое поколение. Нет, успели мы на... G3. Ну и мы не успели. Все прогнозы оказались верны. Так, давайте мы переименуем. Гуманоидная вечеринка. Микромир 2. Выпускаем. Я вообще-то ее переименовал. Ай, господи. Ладно, будет игра номер 51. Ну ладно, почему-то самое главное. Я клепаю сейчас бездушные мобильные игры. А они все равно заходят. Потерянные в Астрале 2. Моб. Ладно, мы прощаемся с мобильными играми. Поехали. Ну и игра номер 51. Гуманоидная вечеринка. Микромир 2. У нас зашла. Как всегда, я забываю про маркетинг. ААААААААААААААААААААААААА want. Хм... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Создаем продолжение DimaTorzok 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 Ну и мы продолжаем твое обучение, парень. Вот дизайн. Я знаю, ребят, что я вас уже замучил. Я уже своим разработчикам говорю, потому что вон они уже на издыхание. После этой игры отправляетесь в отпуск. Они, походу, не доживут. Тут же три такие, наверное. Господи, как же этот TGR Ink достали со своими мобилками. Когда же они закончатся? Сделайте уже нормальные игры. Как всегда, мы сейчас сделаем полтора ляма явку. Займем первое место на G3. И все хорошо. Ажиотаж подняли до нужного нам. Поэтому эта гуманоидная вечеринка Микромир 2 выстрелит, несмотря на то, что дерьмо. Разработай патчи. Да, мы сделали... Мы побили успехи багровой пули тысячу лет назад. Нет. До той игры нам не дотянуть все равно. Ладно. В отпуск. 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 Извини, Джин, но ты у меня самая старая. Блин, представляешь, Джин, мы с тобой уже 20 лет сидим в офисе. Все, с мобильными устройствами я заканчиваю. Нет, я выпускаю патч, ребят. Блин, я выпускаю патч, ну подождите немного. Че вы такие нетерпеливые? Я че, виноват, что я такой злобный мобильный? Ну ладно, ладно. Ребят, я просто злобный управитель компании, который выжимает из всех деньги мобильными играми. Я уже настолько загнал своих рабочих, что они не могут ничего сделать. Ладно. Исследование. 3D графика версия 5. Исследование. Что мы еще за 8 можем сделать? Сделать интерактивный сюжет. И мы создаем новый движок. Сейчас только доисследуем чуть-чуть. Как раз Джин выйдет из отпуска. Создать свой движок. mh.com Версия 7. 7. 7. Ладно. Версия 7. Просто будем просты. Так, вот так вот делаем мы. 2D, 3D, ты так все это не нужно. Линейный сюжет не нужен, разветвленный сюжет. Улучшенные видео вставки, интерактивный сюжет, сохранение, мультиплеер, онлайн мультиплеер. Динамическое окружение делаем. Редактор уровней уже нафиг не нужен. Ну и все. Выпускаем новый движочек, ребятки. А ты продолжаешь обучаться у меня. Дизайну. Хотя нужно, наверное, посмотреть список сотрудников. Может быть, кто-то был бы лучшим кандидатом. Нет, не думаю. Лучше меня нет никого. Плейстейшн 4, до свидания. 100 миллионов ты мне принесла. И как вы думаете, чем мы будем заниматься? Конечно же. Конечно же мы будем заниматься... С сиквелами. Хотя я очень сильно запорол репутацию своих линейк мобильными играми. Но тем веселее, тем веселее. Но это будет в следующий раз. Ну а я говорю вам до свидания.